Житель Самары Людмила Кушко впервые в музее галереи Заварка. Рассказывает, пришла посмотреть, как преобразился дом Маштакова и послушать лекцию о ее любимом отечественном фильме режиссера Марлена Хуциева «Июльский дождь». По словам Людмилы, фильм ярко передает атмосферу советской жизни конца 60-х годов. Интересно сравнить свои воспоминания и мнения современной молодежи о тех временах, признается женщина. Современная молодежь очень часто ругает советское время и постоянно делает какой-то нюанс, что советское плохое. У меня советское связано с хорошим. «Июльский дождь» – культовый фильм отечественного кинематографа. Картина не обрела популярности во времена своего выхода в свет. Ее переоценка произошла позднее. О том, какой путь прошла кинолента от задумки до утверждения последней версии сценария и съемки последнего кадра, «Самарцем» рассказал главный редактор киноведческой «Артели 1895» Станислав Дединский. «Большое видение на расстоянии» и, собственно, фильмы Марлена Хуциева, они во многом для нас сейчас как-то более четко отражают, как зеркало, эпоху, в той эпоху, в которой они были созданы. Эпоху оттепили, конечно же, вот эти ценности. Насколько это удивительно тонкое. Кино построено на нюансах, полутонах, оттенках, чувств, взаимоотношениях между людьми. Встреча прошла в рамках цикла лекций под названием «Феномена кино», организованных музеем Ильдара Рязанова, филиалом которого является «Заварка». Мы рассказываем каждый месяц приглашенными лекторами из Москвы о разных аспектах развития отечественного, мирового кинематографа, что позволяет нашим посетителям более экспертно в результате смотреть кинематограф, обращать на какие-то те моменты, на которые просто так в процессе ты не посмотришь. Лекции об истории кино будут проходить в музее Ильдара Рязанова до конца года, с перерывом на летний период. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Галина Топилина, Игорь Казановский.